Война началась 24 февраля Война началась 24 февраля И что все подразделения, армейцы, полиции, все такое Они сейчас отправляются в свои гарнизоны И что русские перешли границу Что началась война В первые дни работали магазины Возле банкоматов стояли большие очереди И началась некая продуктовая паника То есть люди начали скупать все подряд И скупать все в аптеках Но город не был заблокирован Был подвоз продуктов, был подвоз медикаментов, и потому с полок все разлеталось, но на следующее утро появлялось. И это казалось таким каким-то не очень реалистичным. То есть я понимала, я точно знала, что идет война, были слышны звуки обстрелов, они раздавались все чаще. Но мне казалось, что люди как-то излишне паникуют. Но потом, когда кольцо вокруг города стало смыкаться, и когда машины с новыми продовольственными товарами перестали приезжать, а гуманитарные конвои русские не пропускали, то есть его наши формировали, он выезжал из Запорожья, доезжал до их блокпостов, они его разворачивали, и машины с вот этими всеми грузами ехали назад. То, конечно, город оказался в ужасном состоянии. Были случаи мародерства. Я видела, как люди, реально, мужчина охотился на голубей, потому что у него была овчарка, и ему нечем было ее кормить, он не мог купить корма для своего питомца. Были большие проблемы с водой. Собственно, отключили газ, свет, воду, отопление. А там был март, и было минус 12. То есть было очень холодно, а взрывной волной повыбивалось стекла в окнах, и люди замерзали в собственных квартирах, готовили на кострах, во дворе. И за какие-то две недели Мариуполис скатился просто в каменный век. Постоянно звучали обстрелы, кругом обломки, люди сгрудились вокруг костров, все сидят в убежищах и в подвалах. Это душераздирающая картина для 21 века. Это настоящая гуманитарная катастрофа в городе была. Я работала в волонтерском центре, который организовался стихийно на базе нескольких общественных организаций. И да, мы постоянно приезжали в шелтеры, в убежища, где находились временные переселенцы. Мы ездили по подвалам, развозили воду, горячую еду, всячески старались людям помочь. Но то количество человеческого горя и то количество пострадавших было не соразмерно ни с какими силами волонтеров, которые могли бы чисто теоретически возникнуть в этом городе. И даже если бы все гуманитарные конвои и все гуманитарные миссии, которые хотели туда попасть, могли бы туда попасть, они не смогли бы помочь всем. Потому что от этой войны пострадал каждый житель Мариуполя, буквально каждый. Я понимаю, что волонтеров считают некомбатантами. То есть это не военные, это те люди, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Но это очень важные люди для войны, очень важные люди, особенно в условиях блокады. Потому что у них есть определенные скиллы, определенные навыки, определенная стойкость. Плюс это были люди, которые пережили 2014-2015 год. А Мариуполь – город, который успел хлебнуть войны в 2014. Там была расстреляна мэрия, там сгорело здание городского главка. У города был конкретный опыт боевых действий на улицах. И потому люди, которые этим занимались, которые непосредственно ездили на выезды, у них был опыт. И они волонтерили в зоне боевых действий. И среди нас были волонтеры, которые проходили службу в армии. Да, это были, допустим, пожилые люди, но у них был армейский опыт. Да, это страшно, я не могу сказать, что это как-то вообще никак. Но, наверное, есть люди, которые не испытывают парализующего страха. То есть тебе страшно, но ты идешь и продолжаешь делать. Плюс есть очень высокое чувство ответственности, чувство долга, которое заставляет тебя идти и делать. У вас в багажнике стоит борщ, и он горячий, и вам нужно отвезти его, пока он горячий. Потому что люди там не ели горячую пищу, и они сидят при минусовой температуре. И вот, казалось бы, такие мелочи, но они перевешивают в какие-то моменты. Я не считаю, что журналистская деятельность на информационном фронте – это какие-то диванные войска, потому что информационная война идет, она очень важна. По второму образованию я юрист, защищала работу в сфере медиаправа, которая касалась как раз информационных войн. И даже с научной точки зрения они в нашем обществе чрезвычайно недооценены. Российская Федерация унаследовала советскую машину пропаганды и успешно ее использует, зомбируя не только жителей своей страны, но и соседних. Долгое время, благодаря нашей демократии, свободе слова, толерантности, эти российские рупоры получали у нас широкое представительство и влияли на наши массы. И только сейчас, буквально в последние несколько лет, мы будто бы очнулись и стали понимать, что мы не должны пропускать российскую пропаганду на украинское телевидение. И, наверное, очень недавно мы стали отличать, чем там российская культура или там российская литература или русский язык отличаются от русской пропаганды и как их нужно разграничивать. И что касается информационной блокады, которая существовала в Мариуполе, совершенно правильно информационный голод, он порождает вот это незнание, это чувство страха. И вот кластер, вакуум информационный, который возникает, его легко заполнить чем угодно. Я видела по городу вражеские листовки, прям как во времена Второй мировой войны. Но я знаю, что штаб обороны Мариуполя публиковал свой листок и раздавал его на всех шелтерах, раздавал его людям, которые оказались без крова. Плюс мы тоже выпускали некий боевой листок, в котором рассказывали о реальных событиях в городе, где можно достать воды, где можно получить продуктовые пайки и все в таком роде. Знаю, что на территориях, которые сейчас временно оккупированы, это соседние села под Мариуполем, прямо на блокпостах людям раздают листовки, в которых написано о том, что пришла ДНР, скоро начнется посевная и все у вас будет хорошо. И я слукавлю, если скажу, что никто из людей в это не верит. Наверняка есть люди, которые в это верят, которые видят в этих листовках какие-то отголоски советского прошлого, может быть, близкого им, или какого-то идеала коммунистического будущего, про который они читали, слышали, видели. Но мы должны сделать все, чтобы продолжать бороться за умы украинцев. То есть мы должны вести свою пропаганду, мы должны вести свою информационную деятельность. Сейчас на тех территориях, которые наши, остаются нашими, ну, в общем, очень сильно в этом направлении работать. Я знаю, что власти, так называемый ДНР, вывозили людей в сторону Донецка. Это были не те же гуманитарные коридоры, по которым отправлялись в Запорожье. Больше того, я знаю, что некоторые семьи были разделены, потому что они сели в автобусы, которые потом обещали отправить на Запорожье, развернули и отправили на Донецк. То есть не все люди, возможно, были эвакуированы по собственной воле. И теперь им еще предстоит найти путь, как вернуться в Украину. И, безусловно, я не буду отрицать, что есть люди, которые, наверное, хотели жить в России. Просто сейчас у них настал тот период, когда они поняли, что им таки стоит туда выехать. То есть жаль, что они не сделали это в 14-м, в 15-м, предыдущие 8 лет. Сделали только сейчас, ну что же, отлично. Значит, они наконец-то нашли свое место. Я выезжала на второй день открытия зеленого коридора. Мы ехали в легковой машине. Там были я, водители. У нас оставались еще свободные места. Мы взяли семью, которая просила довезти ее до Бердянска. Высадили их в Бердянске. И так как ни одна машина не ехала пустой, все подбирали максимум людей в машину, сколько влазит. То мы взяли еще одну семью в районе Бердянска. Бабушка, мама, двое детей. Хомячки, черепашка и два кота. Естественно, они все на задних сидениях разместиться не могли. Я взяла себе котов на руки. Взяла бы ребенка, но они маленькие были. И все-таки мы там ехали, как бы опасно было ребенка впереди сажать. И на самом деле жаль, что не взяла, потому что именно девочка, которая сидела сзади, она и пострадала. Нас обстреляли на одном из блокпостов. При этом все спрашивают, почему и за что. А не почему и не за что. Потому что это враг. Это вот такие люди, лишенные моральных принципов. Они стояли, им показалось, что полоснуть автоматной очередью по машине, которая двигается в эшелоне по зеленому коридору, это нормально. Ранили ребенка. Она сейчас находится в Запорожском госпитале в стабильно тяжелом состоянии. Это 12-летняя девочка. Ну, то есть это не какой-то солдат ВСУ, это не какой-то каратель в их риторике. Это ребенок ехал в машине по зеленому коридору. Вот так это было. Одна пуля прошла, вышла, зашла над моей головой, вышла над водителем. Несколько осколков попало ему в глаз, но мы его отвезли в Мечниково, в Днепр, в госпиталь. Там, слава богу, ему все вынули. Ему не грозит потерять зрение. Я очень рада, потому что, ну, все-таки это глаз. А о судьбе девочки сейчас я не знаю. Но по состоянию на несколько дней назад она была в больнице. Я видела ранение, и оно было тяжелое. Я очень надеюсь, что ребенок восстановится. Я очень верю, хочу в это верить. И я очень надеюсь, что Мариуполь был, есть и будет украинским. Город еще предстоит отстраивать. Ему не поможет реконструкция или еще что-то в этом роде. Город придется строить заново, потому что на этом месте города больше нет. И самое трагическое, не то, что придется строить новый драматический театр, новый район тысяч мелочей, новый главпочтамп, все административные здания, все больницы, новый третий роддом на месте совсем недавно построенного нового третьего роддома. Вот эта трагическая печать, это ужасное, что с ним произошло. Мне кажется, оно останется на десятилетия. И если город, наверное, за 10-15 лет можно построить заново, то вот того, что с ним случилось, что там погибли больше 3000 человек только по официальным данным, это не забыть, не изгладить. То есть Мариуполь никогда больше не будет в Украине таким светлым, приазовским городом, в котором огромные чайки, в котором куинжи, в котором море, в котором заводы, пляжи. Это будет город с трагическим прошлым. И как будто бы вот какой-то огонек жизнелюбия и оптимизма, который в нем был, по моим ощущениям, он как будто бы погас. И мне очень хочется, чтобы Мариуполь восстановился, и этот огонек зажегся снова.